Добрый день, спасибо большое, что пришли, несмотря на непогоду и потоки, которые летят Пасхалова. В этом году исполняется 500 лет книге, которая дала название жанру утопии. Книге великого английского писателя, государственного деятеля Томаса Мора. По этому поводу мы поговорим о том, как менялся жанр утопии, как появились антиутопии, что вообще происходило в течение этих 500 лет. Само понятие утопии гораздо глубже, нежели наше представление об идеальном месте, где нет болезней, нет страданий, нет голода, войн и так далее. У нее есть несколько важных свойств, которые мы проговорим до того, как к основной части перейти. Во-первых, это неисполнимость. Утопия, в названии утопия уже заложена неисполнимость. Томас Мор выбрал для своей работы двусмысленный заголовок, потому что в зависимости от того, как переводить это с греческого, это будет либо благое место, либо место, которого нет. Когда утопия исполняется, она перестает существовать, потому что в ней появляются внутренние противоречия, вернее, может быть идеальным. Во-вторых, это субъективность. Утопия – это, в общем, не идеальное государство, не идеальное общество. Это общество, которое таковым считает автор. Простой пример – это нацистская утопия, которую сейчас никто идеальным обществом не считает. В-третьих, я ничего не слышал. В-третьих, контекстуальность. Утопия всегда пишется в своем времени и преодолевает его пороки, преодолевает несовершенство сегодняшнего дня. Поэтому утопическая концепция может развиваться только в обществе, в котором есть развитые противоречия. И в-четвертых, об утопиях, про которые мы сегодня не будем говорить, мы не будем говорить про утопии, решающие конкретные проблемы. Есть педагогическая утопия, которая решает проблемы воспитания. Техническая утопия, которая направлена на конкретный вопрос, и мы сегодня поговорим про утопию. Идеи об идеальном обществе посещали людей в доплатоновскую эпоху, но в той или иной степени это были всегда такие народные сказания. Это всегда было о месте, благословенном богами, или о государстве, которое существовало давным-давно. Утопия, вот такая традиционно народническая, она всегда ретроспективна. Это проявление человеческого желания вспомнить старые добрые времена, даже если их, в общем-то, никогда не было, и добрыми они никогда не были. А традиция создания стройных государственных моделей, конечно, берет свое начало у Платона. Если искать какую-то взаимосвязь, почему именно он первый предложил стройную концепцию государства, вероятно, потому что Платон ощущал возможность влиять на окружающую действительность. Потому что он создавал проект, который теоретически можно реализовать. Греческая, древнегреческая демократия, ну, при всех но, это все-таки место, где человек уже может в той или иной степени на общество влиять. Поэтому это уже разная система. Так вот это будет неудобно. Дальше... А, есть флошебник. Ну, хорошо. Простите, пожалуйста. Значит, дальше формирование аутопических моделей некоторое время после этого. Это удел христианских гностиков. В раннем христианстве появляется так называемый филиазм, то есть учение о тысячелетнем царстве Божьем на Земле. У него было много разных видов. Все спорили о том, когда конкретно наступит царство Божье тысячелетнее. Проблема в том, что это все равно не общество, выстроенное людьми. Проблема в том, что это все равно утопия, дарованная свыше. Это все равно проявление Божьей воли, а не человеческой. Но 500 лет назад Томасу Мору было на что опереться. С одной стороны, Платона. Томас Мору с начала XVI века состоял в кружке гуманистов, где познакомился с филиазмом Раптурдамским, выучил греческий язык и начал знакомиться с античными текстами. И, соответственно, на Платона он опирался. Ну, понятно, что на христианскую традицию и христианские ереси он в той или иной степени тоже... Да, вот Томас Мору, хорошо. Спасибо. Тоже опирался. Именно Эраз Мортрадамский помогает Мору издать книгу с очень длинным названием. «Золотая книжечка. Столь же полезная, сколько забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове утопия». Книга Мора состоит из двух частей. Первая в основном посвящена критике современных Мору-реалин, законодательства о рабочих, войны и так далее. Смертный казнь он тоже активно критикует. А вот во второй части идеи уже разворачивается в политический проект. Именно здесь Морр закладывает форму, которая станет традиционной для утопии на протяжении нескольких веков. Морр – это форма рассказов путешественника. Моряк рассказывает о том, как он потерпел короткое крушение на чудесном острове утопия и, понятно, вернулся в Англию, рассказал, как там все хорошо устроено. Что характерно для общества Моровского? Нет денег или обмена? В общем, плановая экономика. Нет частной собственности. Труд строго ручной, но ограничен, по 6 часов в день. Все должности выборные, у женщин равные права с мужчинами. И, что интересно, вот именно частную собственность Томас Морр считает наибольшим злым. При том, что, в общем, Морр – государственный чиновник. А через 13 лет после публикации этой книги он становится лордом-канцлером. Второй человек в государстве после монарха. Так что, это довольно резкие суждения. 17 век. Давайте пойдем сразу дальше. Меньше, чем через век в Италии Томасо Кампанелло пишет повесть «Город солнца». Форма, сюжет, я думаю, что все узнают, потому что это выдуманное путешествие в идеальную страну. И вся работа – это интервью, которое хозяин гостиницы берет у моряка, который побывал в «Город солнца». Надо сказать, что некоторые элементы города солнца сейчас считаются как антиутопия. Потому что там нормировано все, включая отношения между мужчиной и женщиной. Худым можно только с полными, полным только с худыми, чтобы уравновешивать друг друга. В общем, все про списание не очень хорошо. С другой стороны, я думаю, что многие хотели бы жить там, где обязанности художества, труда и работы распределяются между всеми и работают не больше четырех часов в день. И все это делается радостно еще, ко всему прочему. Если есть вдруг в зале геймера, то Кампанелло вас бы осудил, потому что у него запрещены сидячие игры, типа шахмат и так далее. В общем, никакой доты, только стрельба из луков, игра в мяч и уборочек и так далее. Основные признаки города солнца. В задачах государства, в общем, тоже плановая экономика, в культ распределения и организация производства распределения благ и воспитания. Но во власти решающую роль играют уже ученые. Возглавляет город Солнце, как ни странно, Солнце, так называется должность типа мэра. И у Солнца есть три зама. Если сейчас у мэров есть замы по ЖКХ, по дорожному строительству, то здесь есть у Солнца замы по силе, мудрости и любви. По силе зам отвечает за военное дело, по мудрости за науку, а по любви отвечает за все остальное, в общем, за производство, воспроизводство и организацию экономики. Ни о каких недостатках города Солнце Кампанелло не говорит. При этом дважды в лунный месяц жители могут собраться, жители старше 20 лет, могут собраться и покритиковать устройство идеального государства. Это очень полезное занятие. Что еще характерно, на чем я остановлюсь подробно, в кандидатах на разнообразные посты у Кампанелло предлагают воспитатели. То есть появляется уже идея о том, что человек может быть к чему-то склонен и заниматься не всем подряд. Дальше это будет развиваться уже в отдельных педагогических удобиях. Следующий слайд, пожалуйста. Практически в это же время Фрэнсис Беккер пишет «Новую Атлантиду». Это повесть, которая, в общем, даже в большей степени, чем произведение Кампанелло, отражает веру в научно-технический прогресс. Вы, если посмотрите на иллюстрацию, иллюстрация, конечно, более поздняя, но вот у них есть, например, подобие телефона, у них есть воздушный шар, в общем, у них есть и личный двигатель, то есть мы пока не достигли уровня Беккерской Атлантиды. Как вы думаете, в чем состоит сюжет? Путешественники попадают на удивительный остров, где редко бывают другие, но все-таки этот остров, Атлантида, она ближе к реалиям Беккона, чем Кампанелло в Скриморовском, потому что Новая Атлантида – это христианская страна. Когда они туда попадают, их просят поклясться на Христе, что они никого давно не убивали, и там даже происходят чудеса во время молитвы старца, так что местные жители ближе к Богу, чем те, кто приехали. Уникальность этой короткой утопии в том, что именно здесь появляется идея о том, что идеальное общество устраивается с помощью научного прогресса. В последующих утопиях именно с наукой будут связаны мечты о великого прекрасном будущем. Стоит так сказать, почему Беккон считает себя вправе написать утопию? В общем, потому что он тоже государственный муж, он тоже ощущает возможность влиять на окружающую действительность. Он государственный канцлер, лорд-хранитель большой королевской печати. Более того, многие исследователи считают Новую Атлантиду прообразом Академии наук. Менее чем через полвека после ее публикации создается королевское общество в Англии и общество ученых Парижа. По поводу того, что их просят вначале поклясться на кресте, это тоже важная деталь. У Беккона утопия даже более герметичная, нежели у Мора и у Кампанелла. Перед тем, как выпустить их в общество, три дня путешественников держат в карантине и проговариваются, что для того, чтобы понаблюдать за их нравами, достойны ли они того, чтобы попасть в дельное общество. Поехали дальше. 18 век. Луис-Себастьян-Мерсье. Вообще, в 18 веке утопии становятся моделями устройства будущего, поэтому художественная форма отступает перед публицистической. Здесь пишут свои трактаты Руссо, Годин и так далее. Прежде всего, нас интересует художественная форма, поэтому мы берем такой интересный роман 2440, сон которого, возможно, и не было. В названии уже содержится небольшой спойлер. То есть, да, это не про путешественников, которые попали в удивительную страну. Луис-Себастьян-Мерсье пишет о том, как главный герой заснул и проснулся через 700 лет в Париже. Довольно долгий... Ну, на самом деле, это то, что ему приснилось. Пардон, да, я спутал одну завязку. Контекст. 1770 год, то есть за 19 лет до Великой Французской революции. Мерсье пишет и печатает этот роман анонимно, его сразу же французская цензура запрещает. Что важно? Во-первых, это деталь изменения жанра. То есть метод попадания туда уже подразумевает, что это не какая-то замкнутая локация, в которую ничего не подникает, а это реальное такое футурологическое предсказание. Вот что будет через 700 лет. Париж, кстати, спустя 700 лет не сильно продлинулся технологическим версиям. Ну, там, некоторые методы перемещения изменились у людей. В целом, общество описано очень подробно. Прежде всего, Мерсье интересуют какие-то такие политические моменты. То есть, там есть, например, монарх, у которого власть не абсолютно. Она ограничена его, в общем, правом делать добро и запрета на то, чтобы он делал зло. Это тоже довольно хорошая система. Кроме того, там есть, например, добровольное налогообложение. То есть, на главной площади стоят два сундука, и люди могут подходить и добровольно бросать в них деньги, сколько кто посчитает. Это очень объемный труд. В нем много мелких деталей, которые, очевидно, служили для того, чтобы понравиться современному читателю. Ну, например, кому кроме него будет интересна реплика типа «А где теперь в Париже расположен пороховой склад?» И ему подробно рассказывают, где расположен пороховой склад. «А где в Париже теперь то-то и то-то?» Вот поподробно рассказывает Штулька. Мерсье, что характерно для настоящего утописта, подвергался гонениям и до Французской революции, и после. Поехали дальше. Перекидывая мостики через звук, мы уже в XIX веке. В первой его половине Европы поглощена антопическим социализмом Хуриесен, Симона и Ована. Но, опять же, нам это интересно в меньшей степени. То есть, в целом, это интересно, но все-таки не совсем про литературу. В художественной литературе романтизма возникают отдельные картины светлого будущего, герой в отверженных, в острове Байрона и так далее. И в середине веков появляется вот эта утопия, путешествия в Икарию, идти на камеру. Снова, это путевые заметки. Английский лорд попадает в неизвестную страну. Причем говорят, что в оригинале произведение написано совершенно нечитательным языком, читать его невозможно, скучно и так далее, но она была бестселлером. Разделен роман на главы, в каждой из которых подробно расписывается устройство быта. Название глав горят сами за себя. Сельское хозяйство. Следующая глава. Сельское хозяйство в скобочках продолжение. Дальше. Одна глава, в которой написано «Брак, бал, танцы». Ну, да. Все в общем связано. Интересная история. Икарии. В Икарии 50 лет назад произошел переворот. Народ поставил себе диктатора, который за 50 лет должен привести страну в коммунизм. И, что характерно, главный герой попадает туда уже, когда все случилось. Процесс никак не показан. Роман грешит всеми же в общем болезнями утопии. То есть замкнутое пространство, замкнутая локация. Такой лупочный тип повествования, когда мы просто описываем то, что видим, и никакой динамики в развитии общества там не происходит в процессе. Но в то же время в тексте уже появляется романтический элемент. Пардон. Еще с этим как бы там путешествует француз Евгений, который прибыл в эту страну на две недели раньше. И он одновременно служит проводником, вергилием. И с другой стороны исполняет важную функцию. На каждое явление, которое наблюдает, говорит «Ох, вот это да! Ну ничего себе!» Ну, как-то так. При этом стоит понимать, что к этому моменту слова и концепты утопии становятся гораздо ближе к делу, чем раньше. Потому что на том, чтобы написать путешествие в Украину, как бы не остановился. в 1848 году ему выделяют в Техасе участок земли, где он организовывает коммуну на 1500 икорицах. Французских икорицах. После этого, правда, она разваливается, начинаются раздоры, самого Капа из него погоняют, после чего он организовывает их еще несколько. Но в целом икорийские коммуны в США существовали, по-моему, до 1895 года. В последние 30 лет... Может, в седьмой. В следующий, да. В последние 30 лет 19 века происходит бум утопии. В США и Англии выходит несколько сотен утопических романов. Главный бестселлер вот этот «Взгляд назад» Эдуарда Белами. Через 100 лет он переведен на русский, на Жиглитон. В это время у него было 200 тысяч экземпляров только в Америке. А после, до 90-х годов, он еще 100 тысяч издает в Абдуле. В это время эдуархическую пилитристику читают все, кто умеет читать, потому что о ней говорят. Это крайне модно. Поклон Мерсье, главный герой времени назад, страдает бессонницей и приглашает гипнотизера, который должен помочь ему нормализовать сон. На фоне жесткого экономического кризиса, на фоне протестов рабочих вполне понятно, что главному герою просыпаться не хочется и спит он 100 лет до 2000-го года. За это время экономика США превращается в единую сверхкорпорацию промышленную армию. Все производство государственное. Человек работает с 21-го года до 45-ти, при этом государство дает ему все подряд, дает ему жилье, одежду и так далее. Тут тоже есть, как и в Мерси, романтическая линия. Он встречает, главный герой встречает двойника своей возлюбленной из... из прошлого века, с которой в итоге женится. Причем, что важно, она делает ему предложение, а не он ей. Главное, что можно сказать про Белами, это то, что материальное потребление у него... Это и есть признак утопии. Белами предрек появление дебетовых карт. И вот этот памятник установлен в Екатеринбурге в 2011-м году. На карте можно увидеть имя, дарование. Первое же место, куда отправляются герои в будущем, это магазин, где, конечно, есть всего, и очень много. Так, сейчас, секунду. Нужно понимать, что после гражданской войны в США и для среднего класса женщин именно магазин становится таким пространством безопасным. начинается первый такой бум потребления, насколько люди его могли себе позволить. При этом за художественную форму Белами критиковали, но критиковал в частности Уэллс, потому что это тоже довольно лобочная форма. Это просто застывшая картинка, в которой ничего не происходит, а Уэллс считал, что пора говорить о том, что происходит внутри идеального общества. В 20-м столетии утопия на Западе постепенно уходит в технический крем, обесцениваются социальные иллюзии, и фантасты, и писты начинают размышлять о том, как научно-технический прогресс будет влиять на людей, как технический прогресс, какие не только блага, но и какие опасности он может принести. в России в начале XX века растет интерес к научной фантастике, появляется несколько крупных утопий, например, красная звезда Богданова. Для того, чтобы понимать, насколько сильна в этот момент вера человека в общественное переустройство, у Богданова инженер летит на Марс и обнаруживает, что уже на Марсе построен коммунизм. В общем, экспансия выходит за пределы даже Земли. Что же говорить про возможность мировой революции? На фоне Марса, конечно, все возможно. После 1917 года революции новый толчок развития утопии появляется Инония Есенина, появляется путешествие моего брата Алексея в страну христианской утопии Чиянова и грядущий мир Оголева. Здесь нужно отметить, что в этот момент в обществе сталкиваются два тренда в общем. С одной стороны появляется идея о том, что будущее светлое будет похоже на гигантскую деревню, появляются такого рода утописты-деревенщики и с другой стороны появляются те, кто думает, что будущее будет зависеть от рабочей и, соответственно, на индустриальную утопию. Я остановлюсь на дороге на океан Леонова для того, чтобы показать, что к этому моменту произошло с жанром. Дорога на океан, у нее просто есть утопические элементы, но внутренне это очень сложное произведение, рассказывающее о жизни коммунистов, политрука на железной дороге во время строительства железной дороги к Тихому океану и мечтания о будущем. Этопическое проявляется именно в мечтаниях о будущем. В остальном же это действительно сложное произведение со сложным временем. Часть романа происходит в середине 19 века, часть в гражданскую войну, часть в 30-х, часть в грезах о великом будущем. Это уже не похоже на такую моровско-компанеровскую традицию простого описания сверного завтра. Леонов сам писал, для меня дорога была прокладкой магистрали в дальнее будущее мира. Само же название «Дорога на океан» означало не только дорогу и не только железную, и не просто на восток к Тихому океану, но и к океану в понятии вечности. Леонову вообще нужно, конечно, посвящать отдельную лекцию, но я скажу только, что фантастической частью этого романа во многом вдохновлялись и Стругацкие. Теперь, что происходит дальше? Дальше я совсем чуть-чуть порассуждаю про дистопию и про антиутопию. Кто знает разницу между дистопией и антиутопией? Ну, в общем, их очень часто путают. Антиутопия появляется как реакция на утопию. Антиутопия, в общем, это критика конкретной этапической модели. антиутопии. Я специально про антиутопию не говорю, потому что все их так читали. То есть все знакомились с Капалаваном, Платон, с Капалаваном, с Уны Зарятина, с Оруэлом, с Хаксли, все знакомы. А дистопия это утопия наоборот. Дистопия это когда все вокруг настолько плохо, что хуже быть не может. Вокруг, правда, массовые расстрелы, запрещены все свободы, диктатура и ни одного счастливого человека там нет. А вот в антиутопии человек внутри вполне может быть счастлив. Важно понимать, что антиутопии в целом целятся в утопический миф, который начинается от моря. Антиутопии критикуют саму возможность существования идеального государства. В последней я сегодня перед лекцией пытался найти какую-то утопию, которая была написана за последние 30 лет. Вот что-нибудь, что можно при этом читать. Что не является пересказом утопии Богданова, потому что сейчас на Proziru есть куча пересказов утопии Богданова про то, как нам или Айлита, например, то есть реваншистские романы современных фантастов о том, как на самом деле потом все было и как там снова построили коммунизм или еще куда-нибудь. Их нет. И в общем их нет в том числе и потому, что нет больших политических идей. После того, как постмодерн снял, отменил ценности и после того, как отменили постмодерн, в общем не осталось ничего. Но сейчас в литературе, в современной русской есть запрос на искренность, есть запрос на какие-то ценностные вещи. И поэтому я предполагаю, что рано или поздно жанр утопии все-таки возродится, а потом опять появятся антиутопии, которые будут критиковать уже новые книги. Спасибо большое. Что-нибудь про... Да, спасибо. Вы сказали, что искали современную литературу, которую нужно было бы рассматривать в жанре утопии, но одновременно говорили, что те книги, о которых вы в лекции говорили, тоже не очень хорошо читаются. Их нелегко было читать, несмотря на то, что они были бестселлерами. Может быть, есть связь какая-то, как вы могли это прокомментировать? Наверное, связь есть, но не очень большая, потому что то, что сейчас не читается, в свое время читалось отлично. С другой стороны, суть утопии в том, что противоречия в обществе можно преодолеть через рацию. То есть противоречия в обществе можно разрешить. Пока нет веры в то, что можно разрешать противоречия обществу и в общем не будет в утопии. Их нет не потому, что... То, что пишут, это все равно наследники прошлых книг, это все равно наследники чаще всего коммунистической утопии. Да, их нет, просто потому, что нет новых больших идей. Да. какой процент того, что было на этих снародных утопиях на самом деле реализовался? Есть догадки? Ну, на самом деле, как вообще возникает в России жанр антиутопии? Жанр антиутопии в России возникает как реакция на Великую Октябрьскую революцию. Потому, что это процесс реализации утопии, который не все устроил. Реализовались многие из технических предположений, с одной стороны. С другой стороны, мы же видим, что в разных обществах по-разному. У нас в Советском Совете не было частной собственности. Мы можем, конечно, сказать, что это часть реализации утопии Мора. Причем, я набрел в интернете научный забавный миф, что на гербе утопии Моровской якобы колоски серфа-молот. В тексте я ничего этого не нашел. То есть, там есть признак власти у князя колоски, который он держит. Ну, серфа-молот и звезда, как тело-небор-ликов. В общем, этого, конечно, нет. Но понятно, что в той или иной степени на эту утопическую традицию опирались. Как вы? Да. Такой вопрос. Что если нет утопии сейчас, потому что она, в общем-то, не нужна, и вот она уже сейчас есть, просто нужно идти работать, купить что угодно в магазине. Ну, в общем, сейчас все хорошо, то есть, просто иди, не покупай самолеты, пара-код. нет, ну, если какая-то утопия реализована, то это плюс-минус утопия белоня, о которой мы говорили. Конечно, индивидуализм снимает вариант универсального решения. У каждого из нас действительно есть своя утопия. это так. Но, то есть, в нынешнем времени, где каждый имеет свое мнение и нет общего знаменателя, конечно, утопию универсальную для всех написать невозможно. Но, что самое смешное, из-за этого никуда не делись антиутопии. Из-за этого антиутопию написать несложно. Там, не знаю, день опричника какой-нибудь Сорокина, показатель. То есть, у нас есть какой-то почему-то, у нас есть общий знаменатель в том, что нам не нравится, но вот в том, что нравится, уже возникают проблемы. Наверное, но общество же тоже будет меняться. Условно говоря, в интернете явление глобализации многие из современных авторов порочат нам общее сознание человек и так далее. Наверное, для него будет какой-то общий знаменатель. Да? Вы говорили о жанре дисопии. И почему у нас в России этот жанр, но не такой сейчас распространенный и знаменитый, да? Может, человек может взять книгу, почитать, сказать, да, у меня еще все не так плохо, как описано в книге, да? Такая, скажем, раздел мотивации. почему у нас в России такие книги не очень популярны? Это сложный вопрос, но с другой стороны, с одной стороны, они вообще менее популярны, в смысле, они в принципе менее популярны, потому что антиутопия критикуют в конкретной порядке, антиутопия привязаны к утопическому концепту, чаще всего сейчас пытаются реализовать. А дистопия, ну, это очень на любителя, очень на любителя. Поэтому, ну, не скажу, что это просто российская ситуация. А в смысле мотивации, ну, не знаю, меня скорее замотивирует утопия струбацких сейчас, чем дистопия, которая скажет, что у меня не все так плохо. Нет, я хочу лучше, да, я хочу, не знаю, коллективную педагогику, например. Вот да, хотелось бы. Поэтому, нет, дистопии не популярны, потому что это нишевый жанр. Спасибо. У меня такое предположение сначала, и потом я вопрос если можно антиутопия или дистопия являются как бы изначальным переходом к утопии, которая будет принята просто обществом, которое погрязнет, скажем так, в шаблонах антиутопии и дистопии дальнейших. То есть, это определенное уменьшение спектра общества, то есть, как селекция людей, если называть по-другому. То есть, уменьшение вариантов различных обществ, как люди реагируют на различные ситуации, и когда большинство общества это устраивает, то все отличающиеся, каким-то образом исключаются из этого общества. Я соглашусь или не соглашусь, а вопрос, можно сразу вопрос. Вопрос тогда, насколько вообще велико ценность таких произведений антиутопии вообще? Ценно ли это, если дорога к этому будет кровавая должна относиться? Антиутопии, во-первых, строго контекстуальна. То есть, чаще всего антиутопия ближе к сатире. Если утопия это прямое высказывание, вот так будет хорошо, то антиутопия это обличение в том числе и сиюминутных, современных каких-то реальных. На самом деле, сейчас много антиутопий, потому что литература вообще стала сиюминутной. Литература, желая продаваться, часто в базовом нигилизме, базовом отрицании всего подряд начинает играть. Вы сказали бы про то, что антиутопия это путь к селекции. Селекция человека получается, потому что если антиутопия это реализованная проявляется прослойки несогласных и неподходящих для какого-то концепта людей. Потому что они мешают основной прослойке, которая заинтересована в получении такого-то результата. То есть они к утопии спина. Я думаю, что... Я понимаю, я понимаю, я понимаю, о чем вы. Вот скорее не соглашусь, чем соглашусь, но соглашусь с самым базовым тезисом. Антиутопии тем сильнее приближают утопию, чем их больше, потому что от постоянного отрицания человек, конечно, устает. чем в меньшее количество вещей вокруг ты можешь верить, чем больше в тебя отчаяния, тем важнее тебе вещи, на которые ты сможешь опереться. и тем скорее появится какая-то новая утопия. Наверное, так, мне кажется. И Сверлим, еще один вопрос тогда. Антиутопия, она более биологична, то есть как с животной точки зрения, как развитие человека, или она больше про человеческое, про социализацию? О, ну, наверное, разные по-разному, потому что там размышления о том, к чему ведет технический прогресс у писателей фантаста, какого-нибудь озимового, да, тоже можно в них вроде посчитать антиутопии, пытаясь, ну, как бы, которая нащупывает противоречия в, казалось бы, идеальном процессе. С другой стороны, биологических антиутопий, я в общем не помню, чтобы я встречал, но они биологические только в том смысле, что они каждый раз показывают свойства человека, неумение человека жить в идеальном обществе. То, что, как бы, персонаж, который существует в антиутопии, он чаще всего смотрит, а? Это с головы? Да, да, с мышления. Ну, да, да, да. Ну, мышление в том числе и биологическое. Еще? Да. Сейчас много популярных историй подростковых, типа, голодные игры, дивергенты и тому подобное. В какой концепции они могут быть ближе классифицированы? Это, конечно, антиутопии спекулируют, а не просто на желании подростковым быть против. Ну, то есть, это мы против папы и мамы, а еще мы против батюшки-императора. Там, значит, все разделены на эти, как они называются? Скорые, красные. Ну, да, да, да. Все разделены, а мы вот должны объединиться и родителям валить. Но это вопрос, вопрос, проблема отцов и детей просто. Они спекулируют на этом. Это продается очень хорошо. А что если все книги, ну, вообще, принципиально, вообще все просто продаются и поэтому пишут? Ну, вот, например, некоторые из них, некоторые из них может быть и да. Нет, я согласен с тем, что многие авторы... Просто пахают другого, а он прошел, продал. Вот, многие, многие, многие авторы, да. Но все-таки это скорее то, о чем мы сегодня говорили, это в большей степени такая литература идея. А вот, ну, в том, что голодные, в том, что, в том, что, как бы, голодные игры написаны юной девой с целью открыть людям глаза. Может быть, они начинали так писаться, но после первого же контракта с издательствами и сценария на франшизу, в общем, все закончилось. И это не отменяет того, что это просто плохая литература, даже если она писала это с лучшими намерениями. Можно ли сказать, что относительно теперь самого автора, который пишет, дисутопия, антиутопия, это как бы протест человека против того, что у него в голове происходит. А утопия, это наоборот его согласие и как бы контакт. Тогда утопия, если так говорить, тогда утопия это большее согласие с тем, что происходит у человека в голове, чем с окружающим миром. антиутопия как-то в общем... от окружающего мира, который уже существует. Да, ну там в общем и согласия с собой там немного. Ну, вот идея о том, что сама утопия происходит от невроза, сама утопия происходит от того, что человеку с одной стороны некомфортно, мы во время лекции сегодня говорили, с одной стороны человеку некомфортно, с другой стороны он ощущает хотя бы малейшую возможность влиять на жизнь, влиять на общество. Если он недоволен тем, каково общество, он при этом еще может что-то сделать для того, чтобы его изменить. Это два условия, которые обязательно должны быть соблюдены. Поэтому так много видно государственных деятелей среди тех, кто писал утопию. Потому что у них, в отличие от остального общества от того времени, все равно было ощущение каких-то рычагов влияния на реальность. Да? А, вы хотите прийти в книжку, я тебя подозреваю этот вопрос. Да. В начале XX века вот у англичского писателя Эдварда Молдена-Польска вы читали, есть... Вполне возможно, что и нет, но не важно. он совершенно небольшой. Он написан где-то в 1915-е годы, просто он интересен тем, что и там он написал электронные носители, электролики, через которые были общались друг другом. То есть за 30, получается, 40 лет он рассказал проявление компьютеров из-за сообщения. Помимо этого, он написал о том, что люди сидят в комнатах и не выходят. То есть эффект хитикого моря, который мы сейчас называем радио Мишином. В свое время эта книга как рассказ не был популярным, потому что писатель был помощью текаристов. А тогда это исследовалось и в принципе... Я даже боюсь, к чему вы ведете, потому что столько разных, столько разных вещей. Это просто так, абсолютно. Вопрос в том, что на основе того, что вы прочитали и утопии, и анти-утопии, как минимум какое-то там фротестическое это уме. Какой процент того, что предсказали акты за армии 40-50-где лет и то, что сейчас мы наблюдаем для этой жизни? Поскольку я гуманитарий, мне в процентах сложно. Но я, в общем, сказал, что разные вещи в разных обществах реализовывались. Какие-то вещи... то есть, там, утопическим концептом была, не знаю, Куба. Да, более того, она даже локальная. Локальная это остров чудесный, на который можно попасть. Утопическим концептом были социалистические страны. и некоторые есть, просто они больше не напоминают утопию ни в каком виде. Ну, в общем, технически, да. Технически, да. Я говорю о том, что чем дальше, тем больше элементов утопии могут реализовываться. Мы просто не обязательно будем об этом это осознавать. Мы сегодня говорили про Беллони. По-моему, Беллони называл свое общественное устройство национализмом. Просто для того, чтобы не ассоциироваться с протестами рабочих. Хотя у него социализм. Ну, вот. Очень... Это все очень контекстуально. А по поводу сегодняшнего времени, кстати, вообще, мне кажется, что сбылись хищные вещи века Стругацких с таким вот активным, активным, активным потреблением, нацеленностью на потребление и всеобщее оглубление. Да. Можешь, например, джестатией каких-то таких самых? Можно потом в личку. Я себе специально специально выписываюсь. я же лёж 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 лёж. Да, специально обязательно. Всё, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ